Ассаляму алейкум у рахматуллахи у барракятух. Это видео об ученых, которые говорят о тирании, несправедливости. И о том, почему некоторые ученые о некоторых вопросах не говорят, а вот другие вопросы затрагивают. Вот сегодня мы видим интернациональное движение активистов, называемое «Жизни черных важны». Многие ученые говорят об этом вопросе. Вообще много в мире разных ситуаций, о которых одни ученые говорят, другие нет. И как получается? Здесь все как обычно. Интернет-воины, диванные бойцы, которые прячутся за мониторами, говорят, мол, вот этот ученый не говорит об этом вопросе, а тот о том. И вот у авторов таких комментариев, подписчиков, ну сколько, ну пусть будет несколько сотен. А у ученых подписчиков может быть несколько сотен тысяч. Такой пример приведу. Я знаю палестинского ученого, живет на Западе, сам родом из Палестины, и он публично говорил о палестинской проблеме. И знаете, как получилось? Когда он в Палестину приехал семью навестить, его задержали на 9 часов, и его бросили там, чтобы его убили. В нижнем белье, с черным мешком на голове. Ни одежды, ни паспорта. Ему очень повезло по воле Аллаха. Выбрался живым. Как-то добрался он до посольства. Мусульмане его нашли, отвезли в посольство. И ему повезло выбраться. Он сам мне это рассказал. Так что прежде чем устраивать диванные войны, а то говорят люди, вот че этот ученый молчит, вот а? Подумай, подумай дважды о риске, который стоит за этим. Он рискует потерять свободу, рискует сесть в тюрьму. В тюрьмах прямо сейчас находятся ученые, которые крайние годы говорили, что происходит в Саудии. Их закрыли. И я не вижу среди мусульман, среди вот этих вот интернет-воинов, которые помогают этим ученым, или хотя бы организовывают кампании, чтоб тех освободили. Я этого не вижу. Вот это очень трусливая позиция. Сидеть за клавиатурой и говорить, а этот ученый молчит о том, о сём, когда его закроют, или ему убийством будут угрожать. Тогда, знаете что, вот эти интернет-бойцы, диванные воины, которые за монитором прячутся и критикуют, не помогут им, если вы мне скажете, нет, мы поможем этим ученым. Я вам вот что скажу. А почему вы уже сейчас не помогаете этим ученым, кого закрыли? Я лично знаю ученого из Лондона, который говорил о некоторых событиях в Бангладеше 7 лет назад. О политической обстановке. Он высказывался открыто, в медиа, против этого. Так правительство Бангладеша запретило ему возвращаться в Бангладеш. Причем пожизненно. Я знаю египетского ученого в Лондоне. Близко знаю. Он высказывался о ситуации в Египте 6-7 лет назад. Его мать сейчас живет в Египте. Но он не может к ней прилететь. Его в тюрьму закроют. И как вы им поможете? Если кого-то из этих ученых закроют. Никак. Я знаю индийских ученых, которые никогда не говорят о Кашмирском кризисе. Потому что у них там семьи живут. Поэтому они молчат. Не из-за трусости. Не из-за трусости. И никто из вас, кроме 1 на 10 миллионов мусульман, не пытается как-то помочь этим ученым, когда у них проблемы. Причист великий Аллах. Вот помню шейх Хамза Юсуф. Я с ним кое в чем не согласен. Но есть и то, в чем я согласен. Сейчас не будем вдаваться в нюансы. Против него вы или за него. Речь сейчас не об этом. Пользы от этих споров нет. Если ты не согласен с человеком в чем-то, это не значит, что нужно выбрасывать в окно все остальное хорошее, что он делает и говорит. Так нельзя. Будьте умными, мудрыми. Шейха Хамза Юсуфа, да благословит его Аллах, я встречался с ним много раз. И однажды встретил его в 96-м году. И он сказал очень глубокую вещь. Ученые, которые часто разбирают политические ситуации, им приходится делать выбор. Продолжать высказываться против определенной политической ситуации и в итоге сесть в тюрьму. И если он сядет, пользы от него меньше будет. Так может ему лучше промолчать, но продолжать проповедовать массам людей. То есть нужно сделать мудрый выбор. В чем будет больше пользы? Если ты видишь, что пользы от тебя больше будет на свободе, ты сможешь призывать мусульман к благому. Больше пользы приносить общине мусульман. В этом случае лучше где-то промолчать. А если ученый считает, что лучше будет, если он сядет, тем самым привлечет много внимания к этой ситуации и проблеме. И это к чему-то лучшему приведет. Если в этом пользы больше будет, то тогда лучше сесть. Но это личный выбор каждого. Не против каждой ситуации нужно высказываться, осуждать открыто. Посмотрим на сунну. Иногда пророк, саллиллаху алейхиусалям, высказывался открыто, иногда молчал, а иногда скрывался. И скрываться это не всегда трусливость. Аллаху акбар. Пророк, саллиллаху алейхиусалям, когда в благословенной Мекке был, пришел Абузар алейхифари. Говорит, «Разве Коран не истина? Разве не надо его открыто проповедовать язычникам Мекки, которые идолам поклоняются?» И пророк ему сказал, «Не надо сейчас Коран читать открыто возле Кабы. Они на тебя нападут». Абузар алейхифари сказал, «Я все равно хочу пойти». Он пошел, читал Коран, в итоге его избили. Пророк не заступился за него. Мусульмане не заступились. Не та ситуация была. Да, были ситуации, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, открыто высказывался. Но посмотрите на то, как он переселился в Медину. Тайно. Скрывался. Три дня. Сабу Бакрам, да будьте доволен им Аллах. Было время скрываться. Скрываться иногда является сунной. Иногда пророк высказывался открыто. Но в правильное время, в правильном месте. Это уже вопрос мудрости. Очень важно благоразумие сохранять, здравомыслие. Чтобы просто говорить, достаточно знания. Но знать, когда именно говорить и когда именно промолчать, в каких вопросах молчать, в каких говорить, здесь нужна мудрость, благоразумие. И у ученых мудрость есть. Я знаю исламских ученых, которые об одних вопросах говорят, а о других молчат. И иногда непонятно, почему он молчит. Нужно знать человека, нужно знать ситуацию. Так что, когда вы говорите, мол, да нам без разницы, мы хотим, чтобы этот ученый говорил, а не молчал. Смотрите, если его закроют или будут жизни угрожать, вы же ему не поможете. Когда я говорю угрожать его жизни, то я говорю непосредственно о том, что пулю ему могут пустить в голову. Вот я знаю ученого одного, который говорил открыто, но потом был вынужден замолчать. Трижды его встречали на улице и говорили, мы знаем, что ты делаешь. Мы за тобой следим. Если будешь продолжать, пустим пулю в голову. Я лично встречал ученого, который мне это говорил. Так что, есть ученые, которые не видят смысла свободы рисковать. Пусть они придерживаются своего выбора. Если они считают нужным о чем-то умолчать, то это их выбор. Пусть что считают нужным говорят, а о чем считают лучше промолчать, пусть умалчивают. Вы же не знаете, почему они молчат. Возьмите и спросите у него сами. Да воздаст вам Аллах благом, да благословит Аллах тех, кто с пониманием относится. Ассаляму алейкум варахматуллахи в баракатух.